Друзья, добрый день! Сегодня я перезвучил свое старое видео про основателей Кунигсберга. Давайте посмотрим, что у меня получилось. Долгое время калининградские ворота в Калининграде находились в полуразрушенном состоянии. Со стороны улицы Фрунзе можно было видеть барельеф и трех фигур без голов. Калининградцы шутили. Отцы города без голов. Когда будут головы, может тогда и порядок будет. К 750-летию основания Кунигсберга королевские ворота были отреставрированы. И мы, наконец-то, смогли взглянуть в глаза этим историческим личностям. И так, кто же они, основатели Кунигсберга? Прижимы Салатакар II, король Чехии. Сын чешского короля носил прозвище Король Железный и Король Золотой. По просьбе Папы Римского в 1254 году возглавил крестовый поход на Балтику, где жили пруссы. Совместно с великим магистром тефтонского ордена Поппа фон Остераном в 1255 году осадил прусское городище Твангстэ. Когда-то в Сирии орден владел крепостью Монте-Рояль, Королевская гора. В честь этого на месте разрушенного Твангстэ был заложен Кёнигсберг. Вот так славянин и основал наш город. На королевских воротах его барельеф самый левый. В середине композиции первый король Пруссии Фридрих I в январе 1701 года принял корону Пруссии. Фигура в истории Пруссии неоднозначная. Не имея особых полководческих талантов, приобретал землю хитростью, интригами, деньгами. Очень любил роскошь и богатство. Но участие в двух войнах сильно подорвали экономику Пруссии. И после его смерти Вильгельму I его сыну приходилось сильно экономить, чтобы поправить дела королевства. Первый герцог Пруссии, последний великий магистр Тевтонского ордена, в 1517 году заключил первый международный договор между Тевтонским орденом и Московским княжеством. Отмечая то, что рыцарей ордена погрязли в распусте, обратился с открытым письмом к немецким рыцарям с идеей о распуске ордена, как изжившего себя. Основал первую библиотеку, типографию, можно вполне считать его основателем журналистики в Пруссии. Вот, пожалуй, все, что я хотел рассказать вам об основателях Кёнигсберга, и в частности о герцоге Альбрихте. До новых встреч, друзья! Субтитры подогнал «Симон»